Всем здорова! И наконец-то мы вернулись. Мы тут близникли, потому что переехали на новое жилье. Это, кстати, мы сейчас находимся у нас на бэк-ярде. Это задний двор, скажем так. То есть участок выходит задом вот сюда. В задней части. И у нас не было интернета. Пока мы тут разобрались, пока подключились, прошло какое-то время. Но будем снимать дальше, потому что мы уже теперь ездим самостоятельно на машине. У нас уже есть такое ерундовина. Это какая-то ерундовина. На лобовом стекле. Можно снимать видео. Будем снимать почаще уже. Покажем вам, где шли в дороге побольше. Нам сдали в доме жилье. В частном доме. То есть это не апартменты. Апартменты в Эйшвилле где-то стоят в районе 700-800 и выше долларов. Но мы пока живем в таком местечке. Что еще? Что новенького, да? Новенького на работу уже устроился. Работаю автомехаником. Езжу уже как обычный америкос. Или так, наверное, некрасиво говорить, да? Некрасиво, да, некрасиво. Ну, хай буду я америкос. Все нормальные американцы, а ты америкос. Все нормальные американцы. Так вот, я уже как нормальный американец почти с утра еду на своей машине на работу. Ну, трафик. Есть пробки? Есть на дорогах? 12 мл ехать в одну сторону. А в километрах? Ну, это считается недорого. Недорого? Недалеко. Я уже просто хочу поехать в магазин. Я уже примерилась к ценам. Вот. Ну, это где-то, сколько? 12, ну, под 20 километров. 18-20 километров в одну сторону. Сколько ты едешь времени? Ну, утром я выезжаю на скоростной хайвозе. И нажимаю на горшетку, и мне 15 минут хватает. Вот. Ты хорошо устроился. Слушай, так близенько работаешь. Да. Сказка. Вот. И когда я уже возвращаюсь назад, в лом машине, трафик, все едут домой. Американцы едут домой. А-а-а. Я еду на своей машине. Я еду домой. Включаю получше кондиционер, какое-нибудь американское радио. И постепенно, знаете, привыкаешь уже к новой жизни. Ну, и не то, что даже привыкаешь, а входишь в нее. Ты, чтобы хорошо прижиться, должен войти в свою новую жизнь. Как бы, как это сказать? Влиться. Влиться, да. Подружиться с этой страной. Потому что, если ты будешь о чем-то там недоволен или ныть, то ты будешь как инородное тело, как в глазу этот, соломенькое. Вот. Лишь бы не бревно. Да. Поэтому, знаете, это такое необычное, а стал ощущать чувство, что я уже как-то еду, я уже с работы еду домой. Ну, интересно, конечно. Когда у нас была машина новая, я еще на работу не ездил, такого ощущения не было. А теперь как-то вот оно такое и есть. Вот. Сейчас, после работы, мы поедем гулять, решим. Вот. И что еще? Еще хочу передать всем нашим подписчикам. Привет большой. У нас есть особенные люди, кто на больше всего пишет и задает много вопросов. У нас опять еще пока не дошли руки. Мы снимем видео. Конкретно каждому будем отвечать на вопросы. Где он? Е-мое. Капать улетела. Ну, да. В общем, ладно. На этой веселой ноте мы с вами прощаемся. Да. И побольше ставьте лайков и подписывайтесь на наш канал. Да. Чтобы мы знали, что вам это интересно. Да. А еще мы скоро собираемся ехать на океан, если, наверное, зарплата не хватит. И на озеро. То поедем на океан. Все снимем. Да. Продолжение следует. Да. Бай-бай. Еще уже? Нет. Я... И второй уже снимай. А? Ну, где он хоть? Туда же пойду, мы можем мосить. Давай, давай. В американской водичке, в американской речечке. Помочи ноги. А я тебе сниму. Да. А неудобно. Ну, хорошо. Скажи всем бай-бай. Тапок нашелся. Бай-бай. До суези. До свидания. Упишись.